Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы начинаем наш вебинар, посвященный заданиям заключительного тура Всероссийской Олимпиады студентов. Я профессионал по направлению филология, я руководитель методической комиссии по этому направлению. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Федор Никитич Двиняйцин. Я представлю задание и общую конструкцию, общий дизайн заключительного этапа. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за все задания, — 100. Эти 100 баллов распределены между тремя разделами — русский язык, литература и иностранные языки. Иностранные языки — 30 баллов, а остальные 70 поделены поровну или почти поровну между заданиями по русскому языку и литературе. Задания не равнобальны, некоторые из них стоят в баллах немного дороже. Но это почти никогда не связано с какой-то отвлеченной сложностью вопроса. Мы не всегда можем ее себе представить, в прошлые годы иногда ошибались. Зато это всегда связано с тем, насколько составным является вопрос, сколько конкретных ответов нужно дать в пределах одного задания. Вот если их много, и это предположительно должно у обычного участника испытания взять больше времени, то такой вопрос будет оцениваться в большее количество баллов. А если нужно добиться всего одного решения, даже если оно может показаться сложным, количество баллов за задание наверняка будет меньше. Все эти правила действуют как для бакалавриата, для того уровня нашей Олимпиады, который решают бакалавры, так и для второго уровня, где магистратура и специалитет. Я не буду сегодня представлять все вопросы, их можно увидеть в опубликованной демоверсии. Хочу обратить внимание только на некоторые, которые в неибольшей степени нуждаются в комментарии. Ну и, может быть, для просто примера покажу еще некоторые другие. Начнем с бакалаврских вопросов и вначале вопросы по русскому языку. Среди тех уровней и тех аспектов русского языка, которые тестируются в этих заданиях, есть и аспект, связанный с инструментальной стороной дела. Грамотный лингвист, а мы не скрываем, что вопросы по русскому языку, они в том числе и вопросы на языкознание вообще, грамотный лингвист владеет терминологией и в том числе разного рода синонимическими заменами внутри терминологии. Как правило, они связаны с использованием либо интернациональной по происхождению, либо русской, славянской по происхождению корневой и словообразовательной системы. Хотя, в общем, и не всегда. Кто выполнял подобные задания в прошлые годы, помнит этот тип вопроса. Но обращу внимание на то, что мы хотим показать, что это не какой-то абстрактный случай, который мог бы случиться на экзамене или в лабораторных условиях. Практическая деятельность по преподаванию, по редактированию всегда подразумевает свободное обращение с этими основами профессионального разговора, с терминами и возможность их замены. Здесь задание устроено таким образом, что термины могут попасться на самые разные стороны обсуждения языковых материй. Они могут относиться к фонетике, словообразованию, морфологии, синтексису. И само предложение или поэтическая строка, на примере которой вводятся и должны заменяться эти термины, как раз даёт возможность проверить, о чём идёт речь. Второй из обсуждаемых применительно к бакалавриату заданием для бакалавров вопросов по русскому языку одновременно мог бы служить примером с некоторыми заменами и подобного же задания, которое есть для магистратуры и специалитета. Так что коллег, которые будут выполнять варианты этого уровня, тоже прошу обратить внимание. Уже второй год в наших заданиях есть специальные варианты, связанные с деятельностью школьного учителя, которые одновременно позволяют протестировать знания участников испытаний по русскому языку как предмету изучения, по русскому языку как таковому, и по специфическому обращению с этим учебным предметом в нашей средней школе. Вот здесь с очень подробным, так и в демоверсии, разворачиванием ответа, развертыванием ответа показано, как можно такие вопросы решать, в том числе потому я выбрал для нашего вебинара это задание, в качестве примера, что хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы будете работать со своим вариантом, немного лишних минут не пожалейте на то, чтобы этот ответ написать не так бегло, как, может быть, вам бы хотелось для того, чтобы побежать побыстрее к следующим заданиям, потому что среди заданий наверняка будут такие, где ответ можно сформулировать очень кратко, этого будет вполне достаточно, а вот здесь некоторая подробность, некоторые рассуждения о право слова не помешают. Предлагается типичное, не какое-то там сконструированное, самое обычное для школьного преподавания задание, ситуация в классе, на уроке, не полностью правильный, чтобы не сказать неправильный ответ ученика, и затем нужно разделить то, что в этом ответе все-таки является верным, и прокомментировать его, найти причину ошибки, и прокомментировать ее тоже. Чуть более сложное задание, но примерно такого же типа, предлагается и на уровне специалитет магистратуры, можете посмотреть в демоверсии, и вот оно как раз оказывается одним из тех, которые получают полуторную или по другому счету даже двойную оценку в баллах, именно потому что там есть составные части ответа, каждая из которых в случае правильного выбора обеспечивает дополнительное количество баллов. Вот некоторые задания по литературе для бакалаврского пока уровня. Пока не это задание прокомментирую, а скажу о том, что и среди бакалаврских, и среди магистрских у нас есть вариант, где сущность задания основана на том, что нужно распределить темы докладов, вам предложены формулировки докладов по секциям конференции. Фактически это означает, что вы должны определить по словам, которые употреблены в названии доклада, по именам и терминам, специфику возможного сообщения и приурочить его к той или иной большой обобщенной теме. Предполагается, что упоминание жанра, имя авторов, ссылка на некоторые дополнительные обстоятельства, поможет определить эпоху, к которой, предположительно, относится историко-литературное рассуждение, которое должно было бы следовать в этом докладе. Использование терминов, это уже для магистров и специалистов, относящиеся к той или иной области литературовического изучения, позволит распределить этот доклад в ту конференционную секцию, где изучаются соответствующие проблемы. Ну а теперь про задание, которое у нас сейчас здесь на экране. Вот вы видите, как оно сформулировано, и каким образом на него, предположительно, нужно отвечать. Разумеется, в каждом из вариантов специфика выбора конкретной литературоведческой тематики будет своя, но в общем и целом задания приблизительно вот так и будут выглядеть. Здесь предполагается, что вы демонстрируете определённую историко-литературную компетенцию, начитанность, умение сопоставлять, сополагать, вовремя вспоминать. Среди заданий, которые, посмотрите, демоверсии относятся к одному и другому уровню, бакалаврскому и магистрскому, будут такие, где в разной форме представлены, зашифрованы, если угодно, разные книги русской и мировой литературы, конечно, превышающие по объёму охвата школьную программу, но всё-таки, как правило, не неизвестные, ну то есть точно не неизвестные, кому уж как повезёт, кто что читал, и они должны быть вами распределены, оценены, вспомнены, обозначены, опознаны по разным критериям, по разным сведениям, которые в задании сообщаются. Мы предполагаем, что задания для магистров должны быть необязательно, ещё раз хочу сказать, отвлечённо сложнее, чем для бакалавров, но, по крайней мере, должны подразумевать какой-то больший охват историко-литературной проблематики. И вот в этом смысле бакалаврские задания окажутся более конкретными и сосредоточенными на определённой тематике. Вот ещё одно задание, к сожалению, шрифт мелкий, даже вот я со своего места, что близоруки не очень хорошо вижу, но, надеюсь, на экране это можно увидеть, в крайнем случае, каким-то образом сфотографировать, записать и затем разобрать. Задание, которое тоже знаком тем, кто участвовал в нашем мероприятии в прошлом году, здесь предполагается некая дискуссия на тему, что не говоря, очень актуальную. Года не проходит, чтобы кто-нибудь как-нибудь не выступил с предложением каким-то образом изменить произведения в школьной литературной программе. Слава богу, в последнее время в основном все понимают, что просто добавлять, не внося предложения о том, что должно потесниться из-за новодобавляемого, невозможно. Ну и если дискуссии, посвящённые XX веку, часто субъективны и иногда идеологизированы, то, обсуждая XIX век, все, как правило, имеют в виду только то, насколько подходит то или иное произведение к пониманию школьников, насколько оно информативно. Мы попытались смоделировать эту ситуацию, но сосредоточиться в основном на тех аргументах, которые звучат в таком обсуждении. Вам совершенно не нужно оценивать само предложение в целом, заменить такое-то произведение на другое, просто среди аргументов одной и другой стороны есть заведомо недостоверные. И вот здесь я хотел бы использовать это задание для того, чтобы предложить робко такую общую рекомендацию. Каждый раз, столкнувшись с необходимостью найти какой-то ошибочный момент в предложенном материале, ищите именно ошибочный. Не пытайтесь, найдя лёгкое несоответствие, развить свой ответ, исходя из того, что вам кажется этим лёгким несоответствием. Дело даже не в том, что это само по себе не очень правильно, а в том, что выбрав такое небольшое отклонение, вы сами себе закрываете путь к обнаружению той действительной ошибки, неточности, несоответствия, которая заведомо, чтобы на задание можно было дать правильный ответ, заложена в этом задании. Если вам вспоминается какой-нибудь другой год написания с разницей буквально в единицу, если вам кажется, что употреблён не совсем корректный эпитет по отношению к какому-то произведению, скорее всего, дело всё-таки не в этом. Скорее всего, рядом есть какое-то существенно более заметное отклонение. Потратьте ещё немного времени, чтобы его найти. Потом, если вдруг появятся какие-то апелляции, защищающие свой ответ, в таком случае, я думаю, что апелляционное жюри, я в него не вхожу, его работу не контролирую, посоветовать ему ничего не могу, но по прошлым случаям мне кажется, что эти апелляции будут оцениваться скорее с точки зрения того, что же в результате оказалось не замечено в вопросе, почему он не может быть оценен достаточно высоко. а не с точки зрения того, насколько корректно было замечено что-то, что составителями не предусмотрено. Ой-ой-ой, у меня сейчас, я попробую, да, вот, вернуть презентацию. Теперь иностранные языки. Сразу хочу сказать, напомнить, думаю, это все знают, что у нас три иностранных языка – английский, французский и немецкий. Задания по ним в целом однотипные, но, естественно, специфика каждого из этих языков диктовала легкие изменения в заданиях. В отличие от заданий по русскому языку и литературе, которых в трех случаях из четырех по пять, только в одном случае это задания по русскому языку для магистров, их четыре, ну, то есть их все-таки достаточно много. Наши коллеги, составлявшие, планировавшие задания по иностранным языкам, каждый раз свели свои 30 баллов к двум большим многосоставным заданиям. И вот, находясь на уровне бакалавриата, мы можем увидеть магистров и специалистов примерно так же, как устроен один из этих типов заданий. Это задание, которое касается редактирования. Дается текст, вот он перед вами. Сейчас я пролесну, но пока присмотритесь к этому тексту или запишите, сфотографируйте его каким-нибудь образом, ну, или потом вы его можете найти в нашей демоверсии. А теперь вот с оточиями, как выглядят возможные задания к такому тексту. Здесь нужно что-то найти, что-то заменить, исправить грамматические ошибки, добавить определенные лексические комментарии и выполнить еще одно задание. Вот пять, из которых некоторые состоят, в свою очередь, из двух-трех еще составляющих их частей. Все это вместе дает большую совокупность баллов, но в счете заданий в туре считается одним заданием, хотя, естественно, оценивается оно в зависимости от того, насколько успешно решены вот все эти составные части. Второй тип задания для бакалаврского уровня – работа с некой книгой, где предлагается пересказать или проредактировать ее сюжетное изложение и также добавить некоторую необходимую информацию. В общем, задание приближено к реальным профессиональным, и наши коллеги старались отвести такие задания от обычных шаблонных, трафаретных заданий по иностранному языку, в кавычках, как они на более стандартных испытаниях обычно представлены. Поскольку кое-что о магистратуре и специалитете я уже сказал, то, соответственно, здесь можно с учетом уже высказанного пробежать по заданиям чуть быстрее. И в том, что касается русского языка, хочу обратить ваше внимание на первое из заданий этого тура, тоже берущее большое количество баллов, и именно потому, что оно состоит из многих подзаданий, каждое из которых нужно выполнить отдельно, хотя это, как кажется, и быстро само по себе, но вместе возьмет определенное количество времени, но за это можно получить и нешуточное в масштабах всего испытания количество баллов. Это фонетическое задание, и предполагается, что владение лингвистической методологией вообще, без этого фонетический казус разрешить трудно, и, с другой стороны, определенное, почти автоматическое умение работать с звуковыми и графическими материями, важное для лингвиста в области изучаемого и родного языка, в данном случае помогут со всем разобраться. Посмотрите, и потом обратитесь к демоверсии или к записи нашей встречи, какие конкретно подзадания здесь встречаются. Напомню, что в списке заданий по русскому языку для магистров есть тоже школьное задание с большим количеством вопросов, из-за чего здесь всего не пять, а четыре задания остаются, а остальные на некоторые частные случаи. И вот хочу обратить внимание, в трех из четырех наших туров по русскому языку и литературе есть специальные вопросы, специальные задания, связанные со современной языковой ситуацией, с русским языком в обществе и культуре, с современным цитатным слоем, с современными постфольклорными жанрами, такими, как знаменитые пирожки с специфической сетевой полуигровой полушуточной орфографией. Предполагается, что компетенции, которые испытуемый должен проявить в данном случае, относятся к умению понимать, во-первых, и толковать, во-вторых, разного рода игровые специальные нарушения, которые в использовании русского языка в разнообразных речевых жанрах, устных и письменных, сейчас возможны. Для некоторых вопросов мы воспользовались рамкой, подразумевающей то, что испытуемый как будто бы решает задачу, предложенную для так называемой лингвистической клиники, которая вот с недавнего времени, например, есть в Петербургском государственном университете, и цель которой – работать с запросами тех, кто обратился в эту лингвистическую клинику, хочет получить бесплатную и компетентную справку по тому или иному лингвистическому или общефилологическому вопросу. Поскольку на тех ресурсах, которые этим занимаются, вопросы очень часто связаны с разного рода спорными режимами употребления современного языка, будь то какие-то пограничия орфографических правил, где не вполне ясно, как эти правила употреблять, и, возможно, спорные случаи, с намеренно деформированными описаниями, с цитальной смутной информацией, определить достаточно известный текст. Разумеется, он будет разный в каждом варианте, но всё будет выглядеть примерно так. Что же касается иностранных языков, то я уже сказал, что первое задание и на уровне магистратуры специалитета тоже редакционный казус, когда нужно разбирать вопросы редактирования применительно к уже существующему тексту. А вот второй, еще более высокий уровень владения языком, в отличие от русского языка и литературы, коллеги, работающие с иностранными языками, могут себе позволить сделать задание для магистратуры просто объективно сложнее, чем для бакалавриата. Здесь, где приобретение навыков и компетенций ступенчатое и поступательное, это кажется более или менее естественным. Ну вот и задание подразумевает более самостоятельное и сложное владение темами и материями иностранного языка. Поскольку странно было бы это отрицать, большая часть наших потенциальных участников собирается работать с английским языком, то я иллюстрирую эти задания на примере англоязычных. Но еще раз повторю, там и французский, и немецкий для тех, кто выбирает эти языки. И точно не проще и не сложнее, просто несколько другие эти задания по другим языкам. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что демоверсия выложена, на то, что наша передача записывается и тоже, надеюсь, будет представлена. Ко всему можно обратиться. Мы готовы ответить на вопросы посредством самых обычных процедур. Вот список литературы, который, естественно, не может охватить все. Давайте договоримся, что это просто самые первые предварительные книги. Они были предложены нами еще, когда только предварительный тур разгонялся, соотборочный, так что, в принципе, наверное, почти все успели с ними познакомиться. Но вот на всякий случай еще раз их представляем. Наши контакты. И говоря в заключение, что это был краткий обзор вариантов вопросов заключительного, итогового тура Олимпиады. Я профессионал по направлению филология, который организует Санкт-Петербургский государственный университет. Обращаю вас к тому, что можно найти на наших источниках. И хочу спросить у коллег, появились ли за время эфира какие-то вопросы. Никаких вопросов нет. Тогда спасибо огромное. Желаю успеха и уверенности в себе всем. И победы достойнейшим. Субтитры создавал DimaTorzok